Всем привет, добро пожаловать в новый влог, он будет по-настоящему особенным. Мы с вами вдохновимся на осень, создадим дома уютную атмосферу. Также я поделюсь с вами вкуснейшими осенними рецептами. Ставьте пальчик вверх, я уверена, что вам понравится и приятного просмотра. Я отправилась по нашим магазинам в поисках какого-то осеннего декора. На самом деле у меня нет чего-то прям супер сезонного, оранжевого цвета, втыковки и так далее. И даже в магазинах я не нашла ничего такого, чтобы меня особо впечатлило. Я думаю, что всем понятно, по какой причине гораздо меньше сезонных товаров. Потому что никто не знает, что нас ждет этой осенью. Мы будем сидеть по домам или все-таки сможем посещать торговые центры. Но, тем не менее, мне удалось кое-что найти. Я должна сказать, что у нас много разных магазинов именно с декором. Зачастую они недорогие и как минимум везде можно найти свечи. Я, между прочим, не очень люблю именно осенние ароматы свечей, потому что они слишком сладкие, слишком навязчивые. Поэтому я чаще всего выбираю что-то такое нейтральное. Если вам интересно, какие магазины я люблю больше всего, это Ticay Max, конечно же, Pepco, Teddy Action, Homla и Nanu Nana. Итак, я уже тут со своей боевой подругой, которая только что хорошо выгулялась. И теперь будет отдыхать. И, собственно, мои покупки. У меня долго не было осеннего настроения. Наверное, потому что у нас было тепло. И сейчас, когда все пожелтело, покраснело, начали цвести осенние цветы, тыковки все расставили, я думаю, мне тоже хочется. И в этом году я купила что-то, что послужит мне не один сезон. Давайте распакуем. Я была во многих магазинах, но скупилась в основном в нескольких. Так, тут у меня куча батареек. И еще взяла щеточку. Такой у меня не было. Очень удобно будет чистить раковину. И также термомикс. Покупала в Pepco. Красивая, правда, и стоила тоже недорого. Подсвечник взяла. Вот такой большой. Мне нравится, что он слегка в рустикальном стиле. То есть не просто покрашенный белый, а еще и потертый. И он продавался без тыковки. Я его нашла в Pepco. Так, а, подождите. Я забыла, как он открывается. Нужно его еще протереть, потому что он какой-то такой запылившийся. Тыковка обалденная. Она керамическая. И теперь буду использовать ее каждый год. Почему не натуральным? Потому что одно дело класть натуральные тыквы в какую-то емкость. А если ты ставишь это на пол или куда-то на тумбу со временем, они начинают протекать. И я немножечко испортила наши ступеньки у входа. Там одна ступенька, но все равно. Потом это нужно было чистить. Так что я решила поступить таким образом. Да еще я нигде не нашла обычных натуральных маленьких тыковок. Это обалденная. Внутри она, конечно же, пустая. Супер симпатичная. Я хочу сделать такую композицию именно в этом подсвечнике. Я хорошо скупилась в Nanu Nano. Вы знаете, что я обожаю этот магазин. Я не уверена, что он есть в России. Я помню, что они тоже следили за моими сторис в этом году, наверное. Присылали мне как-то подарочки. Но я многое покупаю сама. Вы сейчас в этом убедитесь. Еще одна тыковка. Изначально я взяла именно беленькие. Потому что они будут подходить ко всему. Даже не беленькие, а типа как кремовые. Но потом я увидела вот эту. Она была одна в магазине. Я говорю, заворачивайте. Уже разобрала декорацию, которая там была. Смотрите, какие красивые. И там были и грибочки, и какие-то белочки. Короче, если у вас есть этот магазин, то я от души рекомендую. Там очень много всего для рукоделия. В том числе дала еще вот такой подсвечник. У нас все подсвечники есть, которые я покупала. И мне этот понравился по цвету. Я думаю, что он будет создавать очень красивый свет. Потому что, когда вот так вот покрашено все, то это не просто типа как лампочка какая-то, а очень атмосферно. Так, это мой счет. Огромный, как видите. И вот такие пластиковые цветы. Почему пластиковые? Рассказываю. Потому что у нас такие дожди было так мокро, что даже наши веточки в саду или гортензии, ну, никак невозможно было бы посрезать, пока оно высохнет. Ну, короче, я решила, что так будет проще. Мало того, например, вот эти я смогу использовать для декорирования подарков. Вы знаете, что я это дело люблю. Эти выглядят очень даже реалистично. И очень часто, когда ты приносишь вот эту красивую осеннюю листву, она очень быстро засыхает, ты потом смотришь и как-то так не очень. Оно скукоживается. У нас еще не все пожелтело, покраснело. Может, потом частично это тоже заменю или добавлю натуральное. И, вы знаете, послужит тоже не один год. Поэтому я без проблем решилась. Бывают красивые какие-то декорации, которые выглядят реалистично. Я также хотела бы что-то там задекорировать у входа. Это не точно. Наверное, я частично это все распотрошу и как-то буду думать, что я сделаю. Вот это очень красивое. Смотрите. Так, еще одна веточка. Вот такая. И такая же, как коричневая, только оранжевая. Что у меня здесь еще? Я все распаковала. Взяла все-таки два грибочка. Хотела поставить их у входа. Я знаю, что мальчикам очень понравится. Они на это обращают внимание и с удовольствием рассматривают. Также взяла вот такие небольшие подсвечники просто на стол ставить. Я люблю даже, когда мы просто обедаем, в основном в выходные дни, красиво это все украшать. Разложить красиво приборы. Поставить всего два подсвечника, два тилайта. Они недорогие. Правда, не знаю, два, ну три евро. Но это же не на один раз. И мы периодически все это меняем. Иногда Томок что-то помоет в посудомойке, это испортится. Иногда что-то разобьется. Поэтому я решила, что докуплю. И еще одна маленькая тыковка. Вот. Как-то буду это все сейчас совмещать. А еще взяла, знаете что? Такую подсветку желтого цвета. То есть тоже по-осеннему. И здесь такая медная проволока. Ну, то есть медный кабель. Потом увидите, когда я это все буду раскручивать. Туда мне тоже пригодятся батарейки. В самом конце своего шопинга я заглянула в наш любимый цветочный магазин. Мы заказываем там все какие-то праздничные цветы. Если у меня нет времени создавать веночки, то и веночки там берем. Называется Маргарита. И я долго что-то выбирала. Потом просила под заказ привезти мне подсвечник. Через пять минут я нашла его рядом в Пепко. Короче, я морочила голову. Все рассматривала. Мы беседовали. И потом, когда я рассчиталась, на кассе девушка говорит, будем ждать влог. У меня было так приятно. Я, конечно, опешила. Я встречаю своих зрителей буквально на каждом шагу. Для меня это неожиданно, но невероятно приятно. Привет вам еще раз огромный. Не стесняйтесь подходить. Для меня это большая радость. В этом году у меня долго не было настоящего именно осеннего настроения. Даже как-то хотелось чуть-чуть продлить свое лето. Сентябрь выдался довольно теплым. И все начинает желтеть, краснеть. Везде появляются вот эти осенние цветы. Тыковки ближе к концу сентября. Поэтому к октябрю и я, что называется, созрела. Между прочим, я замечаю по нашим соседям, по нашим знакомым. И просто гуляя по частному сектору в основном, что с каждым годом все больше поляков украшают свои дворики, свои двери, сад и дома, если мы у кого-то бываем в гостях, больше и больше вот этого сезонного декора. Наверное, потому что становится холодно. Мы больше времени проводим не на свежем воздухе, а все-таки дома. И тоже хочется как-то поднимать свое настроение, создавать особую атмосферу. У меня не было четкого плана того, что я хочу сделать. Но, как видите, я старалась изо всех сил. И если я что-то задумала, то меня ничто не остановит. Даже тот случай, когда я не могу найти какие-то нужные приборы. И для меня это моя личная медитация. Это мой способ отвлечься, как-то расслабиться. Я очень люблю с самого детства что-то делать руками. Раньше я вышивала. И также, когда я была в школе старостой, между прочим, все вот эти сезонные какие-то поделки, школьные газеты. Часто я делала сама или с кем-то из своих подружек. И мне это было именно в кайф. Я любила этим заниматься. Поэтому, когда нужно что-то сделать дома, то меня хлебом не корми. И я могу миллион раз что-то перекладывать, менять. И, как видите, я таки пошла в сад. Распотрошила наши гортензии. И частично все начала как-то складывать. В это время я еще разговаривала со своей мамой. Я люблю совмещать приятное с полезным. И вот что, собственно говоря, у меня получилось. Я не задействовала все новое, что купила. Но мне очень нравится. И так даже красивее. Такой подсвечник это супер вещь. Потому что она вне сезона. Летом можно поставить со свечами на балкон или на террасу. На зимние праздники сложить туда шишки или шарики с огоньками. Кстати, по поводу огоньков. В икее можете найти те, которые сами включаются и выключаются. То есть вы их как бы программируете на время. Ставите батарейки. И они каждый день работают сами. В определенное время. Я же складываю в свой подсвечник тыковку. Те огоньки, которые у меня были. И на самом деле вы можете использовать все, что угодно. Если там есть свободное место. Я добавила немножечко гортензии. И также у меня был венок. Он висел на двери еще в прошлом сезоне. Я добавила туда несколько цветочков гортензии. И вот такой уютный уголок у меня получился. И вечером это выглядит потрясающе. Мне сегодня хочется приготовить очень вкусный тарт. Я знаю, что вы готовите тарт с брокколи и по сей день. Я показывала его где-то год тому назад во влоге. Возможно даже два. Но это тоже один из моих самых любимых рецептов. Надеюсь, что этот вам понравится не меньше. Что нам понадобится? Мука, яйца, соль, масло. Предварительно достаньте из холодильника, чтобы оно было мягким. Так будет проще вымешивать тесто. Свекла. У меня сырая. Четыре небольших штучки. У меня две крупные. Чеснок, тимьян, греческий йогурт. У меня его в холодильнике не было. Женщина-хомяк забыла. Поэтому буду использовать сметану. Также сыр фета. И если найдете рукколу, то супер. Если нет, то тоже вполне себе можно без нее. Для начала я займусь свеклой. Я уже разогрела духовку. Потому что мне нужно ее запечь для нашей тарты. А! И пока я не забыла, список ингредиентов вы знаете где. В инфобоксе. Итак, для начала займемся свеклой. Если вам лень или у вас нет времени, вы можете купить уже отваренную. Нарезать ее кубиками или пластинками. Тут уже по желанию. Я же больше заморочилась. Приготовила форму. Выложила пергаментом. Почистила свеклу. Порезала. И буду запекать ее, предварительно смазав оливковым маслом. Я запекала ее в разогретой духовке до 200 градусов. Около 30 минут. Теперь займемся песочным тестом. Вы можете вымешивать его на столе или в миске. Я же буду это делать в термомиксе. Выкладываем 110 грамм мягкого масла. 120 грамм обычной муки. И я еще добавила 100 грамм ржаной муки. Вы можете взять 220 грамм обычной, если ржаной нет. Чайную ложечку соли. И 30 миллилитров воды. Хорошо вымешиваем тесто. Выкладываем его на пленку. Формируем такой небольшой шарик. Заматываем и кладем в холодильник где-то на 30 минут. Теперь для того, чтобы наш киш, наш штарт не прилипал, я смазываю форму мягким сливочным маслом. Хорошенько прям порхожусь по бортикам, чтобы потом легко это было все достать. После выпечки. И посыпаю панировочными сухарями. Я беру небольшое количество и вот таким образом распределяю по всей форме. Поверьте мне, что ничего не прилипает и меньше заморочек, чем с пергаментной бумагой. Спустя 30 минут достаем наше уже зазвердевшее тесто и раскатываем его. Мне нравится, когда тесто тоненькое, поэтому я посвящаю этому немного своего времени. И очень удобно делать это в двух частях пленки. Теперь выкладываем его в нашу форму. Распределяем, как-то красиво оформляем бортик. У меня на это не было времени, поэтому получилось как получилось. Поверьте, на вкус это никаким образом не влияет. Не забудьте проколоть дырочки по всему периметру. И также я прохожусь по бортикам. Это также помогает тесту не вздуваться и все гораздо лучше отстает. Достаю свою свеклу. Она уже за это время запеклась. И буду заниматься начинкой. А тем временем тесто выпекается. Смотрите, когда оно подрумянится, мне хватило 25 минут без термообдува при температуре 200 градусов. Теперь начинка. Я скажу вам честно, что здесь заснято, как я кладу, 3 яйца. Но на самом деле я использовала 4, потому что мне показалось, что будет маловато начинки. И из своего опыта я скажу, что вкуснее даже со сметаной, а не с греческим йогуртом. Кладем 8 столовых ложек сметаны. И берите не то, чтобы прям супер жирную, но уж точно не обезжиренную. Тогда она не будет сворачиваться во время выпечки. Немножечко соли и тимьяна по вкусу. Приблизительные пропорции укажу вам в инфобоксе. 2 зубчика чеснока. У меня один большой. Мне этого тоже хватило. Все немножечко перемешиваем. Можем даже не до супер однородной консистенции. И нарезаем фету кусочками. У меня фета такая, которая не сильно разваливается. И это чуть удобнее, чем тогда, когда она прям сильно расплывается. Я еще решила нарезать свеклу не только пластинками, а вот такими полукругами. Потом лучше это все подавать, когда тарта готова. Лучше ее разрезать. Теперь достаем тесто. Даем ему слегка остыть, но чтобы оно прям не было очень горячим. Выливаем нашу начинку. Выкладываем свеклу. Можно это делать так, как вам удобно на самом деле, потому что и так этого не будет видно. Но я вот так вот полумесяцами выкладываю, типа красиво. Хотя свекла и так потом утонула. Если вы нарезали свеклу кубиками, то так может быть даже более удобно во время подачи. Сверху выкладываем фету. Просто в хаотичном порядке. Сверху у нас еще будет рукола. И запекаем. Я все так же не повышала температуру без термообдува 200 градусов. И смотрите по готовности. Полчаса я поставила на таймере, но можно увеличить время выпечки даже на 5-10 минут. То есть 35-40 минут. Все будет готово. Сверху я еще выкладываю руколу. Слушайте, я очень люблю киш или соленый тарт. Называйте, как вам больше нравится. Но никогда в кафе мне не попадались настолько вкусные. Это обалденное сочетание сладкого и соленого. И мне настолько понравилось. Еще и на таком тесте с ржаной мукой я ела на завтрак, обед и ужин. Я клянусь вам, это очень вкусно. Обязательно попробуйте. Вчера была в продуктовом магазине и увидела в продаже клюкву. Я люблю заваривать с ней чай. Но если честно, я наверное странная. Мне нравится даже без ничего есть в сыром виде. Горько, кисло-сладкие, но очень полезные ягоды. Игнат тоже их ест. Мы с ним, знаете, два сапога пара. Я сейчас покажу вам рецепт чая. На самом деле вы можете использовать любые сезонные фрукты. Нам также понадобится ваш любимый сорт чая. Но желательно рассыпной. У меня здесь только зеленый. Хотя, откровенно говоря, мне нравится именно с черным. Он у нас закончился точно так же, как мед. Поэтому мед я заменю на клюквенный сироп. И вместо черного чая зеленый. Буду ехать обратно. И тоже куплю черный чай и мед. Также я покажу вам рецепт быстрого десерта. Так как я сейчас еду к дерматологу, а мальчики вернутся со школы. И они захотят что-то перекусить. Так что, беремся за работу. Поехали! Ставим кипятить воду. А пока нарежем наши фрукты. Или выложим ягоды. Вы можете взять абсолютно любые ягоды, которые у вас есть. Сезонные. Все, что вы любите. И когда у меня нет времени варить компот, это что-то наподобие того. И вообще зимой и осенью, согласитесь, все больше хочется пить что-то тепленькое. Держать вот эту кружку в руках, греться и смотреть какой-то любимый фильм. Выкладываем заварку. У меня такое впечатление, что Томак специально выбрасывает эти крышки из наших заварничков. Я уже несколько раз покупала, их вечно нет. Заливаем все кипятком и даем настояться. Так как крышки у меня нет, я все это дело прикрыла блюдцем. Но что делать, если крышки в доме как не бывало? Магия какая-то. Ну а теперь приготовим наш кекс в кружке. Это по вкусу как шоколадный маффин. Я делаю два отдельно для каждого. Беру по 4 столовые ложки муки, пол чайной ложечки разрыхлителя, по 2 столовые ложки сахара, можно и меньше по желанию. Как назло, все закончилось, поэтому наполняю все емкости. Достаю молоко и выкладываю по 3 столовые ложки на одну порцию. По 1 яйцу на каждый десерт. И по 2 столовые ложки какао. Очень нравится вот это из Айхерп. Вкус как в детстве. И по 3 столовые ложки растительного масла. Перемешиваем все или венчиком, или даже вилкой, ложкой, что у вас есть под рукой. Теперь выкладываем все в чашки. Не берите слишком маленькие. Нашего теста должно быть где-то до половины чашки, или максимум до 2-3, чтобы ваш десерт не убежал в микроволновке. Будет не очень приятно потом это все очищать. Ставлю в микроволновку на 2 минуты. Вы видите, какая у меня мощность. Но максимум 2 минуты 10 секунд не передерживайте, потому что потом десерт становится дубовым или резиновым. Посмотрите, какая красота вышла. Это настолько вкусно. Если у вас совсем нет времени, или вы утром хотите себя побаловать чем-то вкусненьким, что-то по-быстрому приготовить к чаю, нежданно, негаданно нагрянули гости, этот рецепт иногда очень хорошо выручает. Сверху можно посыпать сахарной пудрой. Я надеюсь, что вам сегодня со мной было интересно. Вы вдохновились, вы зарядились осенним настроением. Всех целую, обнимаю. И до новых встреч совсем скоро. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok